Самые красивые бурёнки, квалифицированные сотрудники предприятий, передовые технологии в машиностроении и многое другое. В Прикамье прошёл традиционный агрофест. Нежна молодец. Первое место. Так, держать. Знакомьтесь, княжна – лучшая бурёнка Пермского края. В этом году к традиционной выводке животных Прикамьского агрофеста фермеры из Очёрского района подготовились серьёзно. Благодаря вниманию к любым мелочам рассказывают и удалось победить. Тёлочка первотёла хорошая попалась. Мыли, гуляли, приучали к себе, к рукам каждый день. Выводка животных – одно из самых ярких мероприятий агрофеста. Здесь представлены лучшие представители Чёрнопёстрой – Айширской, Суксунской, Герафордовской и Абердин-Ангузской пород крупного рогатого скота. По мнению члена жюри, корова должна не только приносить молоко, но и быть грациозной. Это постановка конечностей, копыта, это форма вымени. Я смотрю на все 18, поэтому и хожу так долго. Самым сложным, по словам участников, был выбор подходящей коровы для конкурса. К примеру, ту самую бурёнку-книжну из Очёрского района сотрудники предприятия выбирали из тысячи кандидатов. У нас 683 фуражных коровы, всего крупного рогатого скота 1300. За 2018 год мы надоили 7747 на фуражную корову. Впрочем, тема «Надоев» одна из основных на Прикамском агрофесте. Результатами здесь гордятся все. Только с начала года аграрий края увеличили валовый надой молока на 4%. Доили везде. В помощь шли современные технологии. Это доильный аппарат, переносной. Подключается, вот разветочка, пожалуйста, и процесс пошёл. На ежегодном фестивале собрались 35 племенных хозяйств региона. Свой уникальный опыт на агрофесте есть у каждого фермера. Предприятие роботизированное. На сегодняшний день у нас 4 робота-дойера фирмы «Деловаль». У нас идёт выращивание молодняка на роботизированной системе кормления через станции выпайки. На агрофесте представлены не только представители животноводства, но и передовые технологии в машиностроении. Если ещё год назад в нашем репортаже с агрофестом рассказывали о старте во влечении неиспользуемых земель в оборот, то уже сегодня можно говорить о результатах. Эти аппараты появились в Приканье недавно. Их задача – подготавливать неиспользуемые земли под нужды сельхозпроизводителей. А таких земель в крае много. Муниципалитеты вернули невостребованную долю земельных участков общей площадью в 400 гектаров. Площадка около агрофеста, вот мы её тоже готовили, тоже попадались там и кусты, вот привели наглядящий вид. Необходимость в такой технике колоссальная, делится аграрии. В прошлом году в Приканье введено в оборот почти 10 тысяч гектаров земель сельхозназначения. В 2019-м благодаря краевой поддержке планируется ввести ещё 8 тысяч. Это программа, которая действует по воду земель сельхозназначения в оборот. Это пилотный проект, наверное, это у нас в Перском крае. Я думаю, это неплохая затея, и реализовать её необходимо. На встрече с аграриями глава региона Максим Решетников отметил, краевые власти заинтересованы в увеличении земельных площадей, вовлекаемых в оборот. Сегодня возмещение затрат осуществляется по ставке почти в 6 тысяч рублей за гектар. На эти цели в бюджете предусмотрен 81 миллион рублей. Сейчас мы всё больше и больше обсуждаем вопросы развития. Что будет завтра, какие условия, какие технологии применять, как нам вовлечь новые площади сельхозугодий в оборот. В рамках агрофеста губернатор Приканье также пообщался с аграриями. Ну и, конечно, лично оценил гастрономическое богатство региона на сельскохозяйственной ярмарке. Чтобы у вас была возможность, не знаю, раз в квартал или раз в месяц, сколько продукции есть, привозить и горожанам давать возможность. У них же нет возможности вот это вот всё купить, понимаете? Ну, будем благодарны, мы участвуем во всех ярмарках. Надо, чтобы в каждом районе была по-хорошему ярмарка. Прикамские аграрии задали интересующие вопросы главе региона. О дорожном строительстве, кадровом голоде, а также субсидированию малого бизнеса. По итогам обсуждения этих вопросов губернатор поручил Минпрому учесть потребности отрасли при формировании бюджета на 2020 год. Я в сельское хозяйство верю. Мы сейчас ведём такой глубокий экономический анализ всей вообще динамики развития края. И где мы можем создать новые рабочие места, и где мы можем, значит, привлечь дополнительные инвестиции. Ну, сельское хозяйство точно входит в тройку самых необходимых к развитию. Впервые за многие годы в рейтинге регионов Приволгского округа Пермский край занял второе место и 17-ю позицию по стране. Пермский агрофест, по мнению отраслевого министра, это возможность подвести промежуточные итоги и определить новые задачи. В первую очередь это мероприятие деловое, на котором руководители и работники сельского предприятия обмениваются своими знаниями, умениями, достижениями в очень разных областях. Деловая программа агрофестов включала десятки актуальных тем. Вот в эксплуатацию неиспользуемых земель, цифровые технологии в сельском хозяйстве, увеличение надоев. Впрочем, всё это невозможно без комплексного развития. О нём и пойдёт речь. В Прикраме стартует программа развития сельских территорий. Отправлены заявки почти на 10 миллиардов рублей. Максим Решетников поставил задачу инсельхозу переоформить проекты по развитию села, которые есть, и все заявить на федеральный уровень. Очень важно качественно подготовить проектную документацию, заявки, для того, чтобы максимально получить финансирование реализации программных мероприятий. На самом деле это возможность прорыва для сельских территорий Пермского края. До 2025 года на комплексное развитие сельских территорий России президент Владимир Путин утвердил направить 1 триллион рублей с федерального бюджета. Реализация этих проектов будет проходить по принципу софинансирования. 95% заложено из федеральной казны, 5% оплачивается из регионального бюджета. Вы просто скажите, что у вас есть эти проекты, что вы действительно это хотите. Мы разберем это с точки зрения значимости для региона, для каждого населенного пункта и будем заявляться в комплекс. Развитие аграрной отрасли – бесспорный приоритет отраслевого министерства. Сегодня краевые власти ставят задачи по развитию как крупнотоварного аграрного производства, так и небольших фермерских хозяйств и кооперационных объединений. Все ключевые предложенные проекты и предложения, озвученные на Агрофесте, будут проработаны, министерством в дальнейшем реализованы.